Разбитые гаражи, покалеченные заборы, поврежденные столбы и газовые трубы. Жители домов на перекрестке улиц Шлютово-Украинская в последнее время вполне оправданно опасаются за свою жизнь и здоровье. Все дело в том, что в этом месте происходит очень много аварий. За последние полтора месяца их было уже 11. Последняя произошла накануне. На этот раз дорогу не поделили Калина и Гранта. Автоледи на Калине не уступила дорогу транспорту, который имел преимущество в движении. Тем самым она спровоцировала аварию. Не так давно на данном участке дороги заменили знаки «Уступи дорогу на движение и без остановки запрещено». А также была нанесена разметка. Но и это не останавливает многих автовладельцев. Безопасность на перекрестке просто необходимо обеспечить. И сделать это нужно как можно быстрее, говорят тольяттинцы. Все подробности у нашего корреспондента Василия Логинова. У нас крик души. И у моих родителей, которые ходят в детский сад. Потому что они ходят вот здесь, вот по этому тротуару. Здесь так носятся машины. Как бы еще какая-то трагедия не произошла, у нас просто крик души. Люди уже устали бороться. И в последнее время реально боятся находиться рядом со злополучным перекрестком улиц Шлютова и Украинской. Здесь и раньше были ДТП. Однако то, что происходит на перекрестке в последние месяцы, явно не на пользу городской статистики по аварийности на дорогах Тольятти. Этот резонансный перекресток уже стал информационным поводом в городе. Несколько ДТП в течение месяца родили парадоксально, удивительное, вместе с тем, правдоподобное объяснение всем этим ДТП. Все дело в новом асфальте. Ведь там, где он есть, там всегда можно прибавить газу. 80-100 километров здесь ездят, и это считается нормально. Мы боимся отпускать детей в школу, мы боимся отпускать детей в магазин. И на этом перекрестке эти аварии, это бесконечно. Пока дорога была раздолбанная, водители худо-педно тормозили перед ямами. Когда дорогу начали ремонтировать, мы собирали подписи, мы подавали подписи, чтобы поставили лежачие полицейские, потому что будет уже много лет. Мы каждый вечер сидим и слышим периодически грохот за окном, хватаем телефоны и бежим, чтобы успеть, если что, оказать помощь и вызвать скорую. Страдают при авариях, в первую очередь, конечно, сами участники ДТП. В этом месте, в одной из аварий, уже погиб человек. На перекрестке переворачиваются машины, люди попадают в больницы, и жители близлежащих домов все это видят чуть ли не каждый день. Девушка вот врезалась вот в их дом, у меня врезался в столб, а позавчера это две машины перевернулись. Здесь никакая зелень, не настолько жалко женщину, которую я им честненько говорю, разговаривай подольше с ней, чтобы она не ушла, не ушла. Нет скорой, не было нашатыря, выносите уксус, вынесла все. Она вот говорит, говорит и снова. Память теряет, я где, я где. А ДТП страдают и жители домов, расположенных непосредственно у перекрестка. Их дома и заборы принимают на себя все автомобильные удары. И люди от этого вполне оправданно находятся в состоянии постоянного стресса. Вот буквально три дня назад врезался в угол нашего гаража две машины. 24 или 17 июня, я вот не помню, я успела с внуком зайти домой. Буквально через семь минут влетела разбитая машина в нашу машину, которую прижала, стояла около гаража. Невозможно ходить, не то что по дорогам, по тротуару страшно идти. Мы ведем детей в садик, в школу. Мы боимся выходить на улицу к своей калитке. Буквально четыре дня назад отбросила машину вот в этот дом напротив. Повело газовую трубу. Центральное отопление, газовая труба. Немаловажен фактор расположения в непосредственной близости от перекрестка детского сада. И родители, и дети постоянно рискуют. Двигаясь вдоль улиц Шлютова и Украинской, здесь практически нет оборудованных пешеходных дорожек. А это значит, что взрослые и дети просто вынуждены идти по дороге. Улицу Украинскую сейчас отремонтировали. Это улица, по которой дети ходят в школу. И при этом на этой улице вообще нет тротуара. Когда начинается зима, когда начинается снег, его чистят. Дорога сужается, потому что получается такой вот бордюр из снега. И дети вынуждены идти в школу по проезжей части. Практически из-за того, что скользко, практически скатываясь под колеса к машинам. Посмотрите, здесь вот пешеходная дорожка. А на перекрестке нет ни перехода пешеходного, ни светофора. Нам пройти невозможно. На таких скоростях носятся. Нам невозможно пройти. Нас никто не пропускает. Мы стоим и ждем. ГИБДД знает о проблемном перекрестке. Сотрудники часто выезжают сюда на оформление ДТП. И заявка на то, чтобы решить вопрос со злополучным местом, от имени ГАИ уже отправлена в администрацию. Госавтоинспекция проанализировала ситуацию, происходящую на пересечении улицы Шлютова и улицы Украинска. Разработала ряд мероприятий, которые будут направлены в администрацию города Толиэти для принятия соответствующих мер. Мероприятия включают в себя. Это замена дорожных знаков, установка искусственных дорожных неровностей. В свою очередь, Центр организации дорожного движения также проанализировал ситуацию, собрал все данные и предложения и отправил оформленную заявку в Департамент дорожного хозяйства города. В Департамент дорожного хозяйства у нас направлена дислокация с целью обеспечения строительства индивидуальных дорожных неровностей на улице Украинской до и после пересечения со улицы Шлютовой, так называемых, лежачих полицейских, с установкой соответствующих дорожных знаков для принудительного снижения скорости движения транспорта перед пересечением двух этих дорог. Из возможных предложений не оформлена пока заявка на оборудование перекрестка светофорами, а также знаками снижения скорости и камерами фото- и видеофиксации. Все эти проекты дорогостоящие, однако стоит предположить, что деньги на эти идеи все же должны найтись, ведь на кону без малого здоровья и безопасность горожан. Предварительный вывод из всей этой истории таков. Городской власти просто необходимо ограничить скорость на этом перекрестке. Пусть даже для этого ей придется понаделать лежачих полицейских через каждые 10 метров. Все-таки жизнь человеческая пока важнее скорости. Василий Логинов, Сергей Рогов. Новости Тольятти.